вот такие вышли у нас блады но мы сейчас не будем этим останавливаться потому что мы уже сказали рода бладов нельзя рассматривать в отрыве от нового дополнения в геймфоркшоп второй части компании всюду в балл так что поехали смотреть что у нас там произошло с пацанами за время отсутствия нашего всем потешим пытаемся добить добить вторая часть крутой компании от games workshop счетов балл называется на экс терминатус эта вторая часть до продолжение да и посвящена она тому что стало с баферной зоной балла мирами системы там res cars и как в это дело вмешались кровоангелы и некрона если в первой части мы познакомились с силами планетарной обороны и гэшниками по сути астрами милитара это сестрами битвы кодианцами которые составляли основу защиты на самом деле и собственно говоря тиранидами которые передовыми войсками вторглись на планеты их три основные планеты это лисиос большая довольно планета на которой происходит небольшой интерстеллар то есть гигантская волна ходит по кругу по планете вследствие того что от ударной волны луна этой планеты приблизилась к ней ее гравитация притянула всю воду все океаны образуя гигантскую волну и перед этой волной путешествуют всякие караванчики все выжившие люди вот так вот ходят по кругу это убегая от фауны и до следуя смотреть на это есть большой газовый гигант на орбите которого куча станций находится есть еще одна асфодекс планета основная на которой собственно и вся инфраструктура и шиждится помимо этого там еще есть на этой 2 3 планетки незначительными которых пасхальные яйца как мы узнаем вскоре запрятаны были сюжетные да так вот дело кончается в первой части кампании останавливается на том что тираниды успешно огребают люлей на лисиусе от сестер битвы и супернитарной обороны не многочисленных но но мадов живущих там до но мадов живущих там и попадают под гигантскую волну все стрибит и празднуют победу канонесса местная восхваляет императора и на это первая часть заканчивается вторая часть начинается с того что тираниды попадают под волну сестры битвы празднуют победу канонесса восхваляет императора и умирает от ликтора не отгонно который сносит голубь да и бах-трабах неожиданно тираниды вылезают с волны встряхивают себя как и клики да и выясняется что и не утонуть не могут в общем-то им плевать на водичку их немножко по чикала поломала косточки потому что поток сильно себя и они готовы дальше жрать нагибать и карать шестер случается батфёрт у людей случается батфёрт что происходит сзади волна делает уже круг у планете подгоняет под напирает сзади спереди орда тиранидов и их не единственная возможность это пытаться пробиться с улицеидаль на сквозь гигантскую толпу нидов в общем-то успеху идут все печально асфодекс главная столица сектора там все тоже очень печально там и не было ничего хорошего там и грешников раскатали дай ты боже и продолжают катать в кровавое мясо последнем главном городе газовый гигант те же самые щи ничего хорошего там никому не свыдет эта планета на периферию вторжение просто большая часть в космосе происходят боев на станциях и в этот момент самую нужную подходящую минуту сектор проникают силы плодов плодэнджелов объединенные с чатурами с аксессоров флештирерами и вот тут начинается самый основной махач то есть у нас есть безумные флештиреры ребята которые ищут своего искупления за то что насилуют там трупов убивают всех расчленяют своих чужих просит прощения прощения и пытаются вернуть свою репутацию габриэль сетт вообще на этом помешан он хочет выпендриться и заслужить как бы прощение в глазах chapter master а ну и вообще силы империума и готов ревутся в бой данте говорит окей вот тебе бассейн местный и не развлекайся плавает уточками там он такой есть берет своих парней thunder хаки хокки и начинает операцию сам данте берет основной свой костяк архангелов первую роту в первую роту до мефисто на подмышку берет ну а чего нет парень так клёвый пригодится и отправляется на асфадекс главную планету чтобы устроить там устроить там кровавую баньку и нельзя просто отдать так взять газового гиганта он отправляет туда третью часть своих сил там кого-то капитана ноунеймера я даже не помню роту по моему да помочь это такое в общем отбрыкиваться там от тиранидов что происходит сестры битвы полная анафема все кошмар уже слезы не помогают безысходность конвой гигантский движется прямо вот в эту сочную мягкую плотную толпу тиранидов и тут сверху пафосно прилетают флеш-тиреры окружают конвой и решают что ну мы же флеш-тиреры а мы же можем и решают образовать защитный клин и протаранится сквозь огромную толпу тиранидов летят все там расшметки крови все перемешалось и полный и хор все это офигенно описано в беке приятно читать проникаешься даже мурашки идут по коже как флеш-тиреры превозмогают орды тиранидов погибают и все превозмогают сестры битвы отстреливаются колонисты плачут дети детей рожают женщины можно место как нож по маслу как флеш-тиреры по тиранидам да да сзади волна накатывает в общем клево-клево-клево досадно только то что в конце концов плач-тирерам дают люлей и они уже не иллюзорно чувствуют как настолочки то есть они вошли с рейджом круто первую фазу отыграли а потом речь пропал и бонус да и как-то подкуксились ребята хейтера да больше нету и все начали вязнуть буксовать и умирать совсем в диких промышленных масштабах и беда какая что суппорта нету надо же как-то вы же подписались на миссию подписались нужно разруливать нужно но уже нечем и тут приходит на помощь и заместитель погибшей канонессы сестра супериор с классной фамилией холд надежда надежда аркадьевна она советует свернуть изменить немножко курс и попытаться осесть в местном монастыре который принадлежал сестрам битвы и был успешно кочевниками-номадами проклят сказать что он проклят раз все это пришло мы хотим туда абсолютно идти но ситуация заставила они свернули и погнали монастырь на последний свой ласт стенд тем временем в далекой-далекой галактики на далекой планете по именем пердита ну да такое неблагозвучное название до колония знаков разбежалась там все дела и неожиданно они они столкнулись и железными металлическими воинами которые как оказалось жили спали на перед здесь были до всегда здесь были и просто спали на пердите они успешно по чикали ну как положено огляделись огляделись до поняли что рядом с ними оказался анракир который собственно их и раздавил да это оказалось мифрит или какая-то династия мифрит династия мифрит да и он быстренько ввел главного их него оверлорда в курс дело что не так и так батя но вот наверху там животные копошатся за место там есть местные силы человечества ну как бы как их описывать да и они не иллюзорно как бы всирают да и неплохо бы чтобы тираниды не сожрали нас всех потому что гробница не поднялась полностью не активировалась да не успеет и неплохо бы им посуппортить они в общем-то покумекали и решили что дали свои протоколы план неплохой взяли монолит и телепортировались прямиком на асфадекс где отважный данте мефистоны и вся первая сбила бой с тиранидами причем тоже как бы люлей-то огребала знатненько дип-страйк упали сангинорные горды всех раскидали дан ты что-то махался от всех но опять же эффект рейджа прошел хейтер до не осталось и стало тяжеловато описаны очень клевые моменты битвы например как от трех малицепторов спасает chapter master мефистон вмешивается напрягает глазики один из него так лопается и спасает от их физического воздействия своего chapter master chapter master конечно же там пафосно воодушевился видит что мефистон его защищает и порезал всех этих трех монстров но как нужно марина действует согласно бэковому коду и представление о них и представление о них и вот момент когда уже даже данте понимает что если мы здесь стираем что же будет с родным-то бальчиком печалька перди-то полная на сцене все впередицы превратится появляется бах монолит из него выходит посол доброй воли махает рукой андракир говорит они умнее еще а у меня есть сейчас покажу и предоставляет план на аудиенции с данте глаз на глаз это правда при глазу на глаз присутствовал еще генерал людей такой типа стоял такой что они там делают обсуждаешь это да планы планы клево стратегия и предлагает вариант такой есть у вас тут такой агрегат наверху на какой там планетки реликт у вас мол тут летает летает а вы думали что солнечные батареи такие древние а оказалось не очень солнечные батареи древние так и так есть артефактик под названием людском людское название магнабитриум на орбитке одной планетки летает да и потребляет энергию с двух солнц ну с твинов так называемых близнецов из близняшек и распределяет по другим планетам то бишь по газовому гиганту асфадексиусу и по лисиусу и на каждой планетке есть определенные другие непонятные принимающие агрегаты потребляющие эту энергию так оказалось хренька это принадлежит некронам давно люди ее конечно как-то освоили но опять же не очень предназначалась она для гораздо более масштабного перераспределения энергии на гораздо большее расстояние она мощнее чем казалось и и некронам предложили простой план а давайте-ка сфокусируем всю эту энергию и хорошенькой по бездорожью в газовый гигант он на периферии вторжения лопнет красота кровища везде обрежет флот нидов и таким образом вы их по пускам съедите да купит вам время за одно от бал от вид угрозу данте план понравился он понимал что конечно окей мы что пойдем умирать все за это а чё нет мы ж влады умеем это делать согласился и приказал собственную они начал он что сделал он спросил а если какие-нибудь нюансы конечно конечно есть нюансы 1 важно на лисиус есть три солариума определенных установки которые нужны для перенаправления энергии луча прямо вот нужное место все круто но солариумов остался один штук это один штук сейчас успешно ломался тиранидами потому что как-то сет не особо заботился его сохранность и он думал старая пи***ь кому нужна оказалась нужна нужна он успешно профукал момент но да ты ему передал сигнал типа парень понимаешь тут как бы сюда баллов твоих держащих river blood river руках и руках да и сет еще больше воспрял духом вот он шанс отличиться и он так и подумал что плевать вот всех у нас у меня шла вот плевать я всех положу а солариум будет работать второй момент нужно было запустить эту хреновину какие-то командные протоколы нас по дексе самом для этого нужно еще было задефендить его а плодам немножко попки поджимали керанид это причем так неплохо да и третье нужно открыть какую-то мне вдолбенную шахту в которую проник этот смертельный луч анальной боли и разорвать поэту на части а для этого парням на газовом гиганте нужно устоять а парней там осталось шишкин сгулькин нос просто обрезочек меньше чем у еврея понимаете и ситуация выходила такая патовая но что делать превозмогать то надо ну да дантеч согласился всем раздал приказы некромы такие олрайт ну и решили немножко помочь нас по дексе ситуация была неприятная везде миды везде куски говна их много очень много да да но помощь пришла нежданно негадо андрокир подумал ну а чё тут ладно чё заморачиваться да чёпнул пальцами с неба упал ктан огненный осколок у бёрнинг уан который был указан где-то там да даже он уже был в электронной версии кодекса некрона указан как его закачивать этот парень не разменивался на мелочи он шлёпнулся сжёг горстку нидов и решил похвакиваться с основной угрозой это ярофантом угроза желание долго потому что ктан поуклонялся поуклонялся потом решил влететь внутрь и изнутри разорвать ее ну типа так как на столке да там шар всех ушлёпывает так так бывает очень пафосная картинка на самом деле этой битвы да тем временем на лисиусе волна недалеко не да все также много много очень узкие коридоры разрушены этой церквушки ну кафедрального соборчика не до решили ничто не будут закидывать дерьмецом ряды флештиреров и сестер битвы да немножко подать газку вследствие чего у сестер начали вытекать глаза лопаться барабанные перепонки они отступили в свои машинки флештирером было конечно получше потому что марина и у них броня такая да но хави майнд опять не дремлется он приказал своим мелким ушлёпком типа ганту прочего да гинокульс сдохнуть но снимать части брони чтобы гада пытаться вскрыть это консервные баночки это чашу весов еще сильнее перевесила в сторону нидов помимо этого пошли в атаку мавлоки то есть сочные моменты описывающие как мавлок вырывается из земли в редуте сестер битвы просто жирайных рвет на части ну такие кровавые подробности очень пафос да при этом умаров начинает сносить крышу все-таки не зря у них плохая репутация была у флештиреров но так как недов было больше вокруг поэтому они в недов побежали да да у них случился немножко ботчерд то бишь black rage и мары начинают сбегать в ядовитый туман и там исчезать в общем-то пытаясь что-то там сделать тут хорошо там кадры фильма туман можно же когда бегущие орущие мары убегающие в туман это конечно клёво и тематично но так или иначе начинается истребление буквально таки да было флештиреров и сестер то бишь ситуация не очень хорошая и долго лисмуту не подержаться это понимает самый крутой момент когда одинокий дредноут фуриоза бодался с кучей токсикренов или даже с одним и умер очень пафосно уже просто весь разорванной части протыкает последнего токсикрина кровище льется прям уже на тело самого десантника и он умирает просто разлагаясь на убивает этого токсикрина и при этом сам разлагается в прямом смысле как там сказано стекает на пол на землю стекает ошметки его этот такой классный момент был тем временем над гиганте газовом ну там происходит махач там влады и силы планетарной обороны просто дают люлей нидам какое-то время но очень короткая потому что нет гораздо больше ну да везде везде превозмогание кодианцы там last стенд свой как обычно устраиваются это очень смачный пафосно описано но рояль в кустах снова дала себе знать вот этот вот они описаны до гигантский аппарат зеркальца до лупа которая ждет муравьев вот у нее тоже наступили небольшие проблемы крипток ближайшие подручные анракира было и дал должен был запустить ее до нажать кнопку но мы же знаем что никто не любит нажимать кнопки не отдавать приказа нажимать кнопки крыть педальки ну это такой ну да тренд сезона он отправлен был туда и думал что нидов там нету но парень думал но не очень хорошо не очень хорошо да плохо проснулся пришел такой оп стада корнифексов тогда мелочи ну я же великий некрон я же не могу мелочи и парень повел прямо до кнопки прямой наводкой в свои войска как-то вот он так думал до тех пор пока он не остался последний посреди окруженный корнифексами и он такой а ну ладно похоже я обосрался и отправил своему папе сигнал типа я обосрался после чего его на части разорвало клевые ребята получил сигнал от своего лиза блюда что-то обосрался он такой понял что сейчас мы все обосремся после этого и он думает так хорошо мы туда быстро не прилетим планы тоже быстро не прилетел он по им обоил данте в плечо об этом типа так и так и сказал что ну ладно я сделать уж смогу щелку пальцами берли ван взлетел вверх это же там это же супер парень за секунду скоростью света долетает до туда как бы да а тем временем данте он думает что ладно чё а у меня тут похода еще не рояль в кустах мы тут недавно всех дескомпани решили в одно место запихать ну а чё нет где их еще держать да если взорвутся пускай все разом и и это место боржа находится как раз далеко собственно от этой планетки а чё бы там парсенам не ну не войти не взбодриться да и он говорит типа парни ласт стенд надо нажать на кнопку получишь результат ну собственно дескомпани долго думая поняли сэр да срываются все вместе летят на эту планетку вниз под этим зеркальцем десантируется все это опять же пафосно описано и сидит крутой капеллан имени я не помню не буду называть картинку вставлю где-нибудь сюда прочитаете ну вот он летит вместе с ними командует ими опять же пафосные моменты как они туда влетают какое там превозмогание да рейдж хейтрид вот она просто чувствуется рерол и все это еще на фоне огненных сполохов афт ктана который не рано 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 ктан то еще не долетел канта еще там где-то потому почему потому что дескомпани это опять начали всасывать раунд первый кончился они да не кончились и даже от них стало полным даже больше а бонусы кончились а бонусов нет и дескомпани начинает не менее пафосно умирать им отсекают головы их топят в кислоте некоторые там просто творят чудеса безрассудства но факт тот что их начинают дрюкать и тут падает ктан и ктан упал и сделал то же самое что он сделал на фодексе просто всех собачьим сжег показал что он крутой а у плодов кодекс то как-то не очень на фоне его но тут опять рояль в кустах зеркальце сверху начинает падать его ниды очень сильно труба шаталь и она начинает немножко как бы коробиться и падает на плане фишки забились да ну ктан решает вспомнить дела суперменов и прочих людей взметнулся вверх и начинает поддерживать то зеркальце попутно вселяется в него не знаю как там это устроено вселяется в него сжигает нидов вокруг поддерживает зеркальце но кто-то должен нажать на кнопку ктан не может да потому что это сущность хоть и обладающая разумом но полностью порабощенная некронами и потому ограничена в своем функционале кнопку должен нажать простой смертный быдлан а смертных быдланов осталось полтора инвалида а именно капелланы горстка выжившие те окружены и те окружены но капеллан решает что вот он в его момент отправляется в руины уже недалеко и волшебной кнопки его прикрывают братья он будет им пока пацаны увидимся не скоро а может даже очень скоро но очень далеко отсюда очень момент такой грустный всплакнуть пацаны понимают все делают свой last and парень ушел в темноту ищет свою кнопку налички там тоже полная хренатень грустно везде на астадекс и только на стадекс нормально там как бы вот данте лучшие воины некрона там пиу-пиу-пиу попукивают недок ну там не так печально все на газовом гиганте тоже такие большие траблы потому что шахта открыта а кодианцев тоже не осталось собственно мясо кидать некуда буду умирать не хотят ну вот и чапик ползет слышит крики там в общем истинный голливуд когда монтаж идет знаешь с кадрами с разных точек с разных планах умирающих здесь из макс пэйна может это крылья с ангелами где он видел гылки сетом представили все это чередуется с отрывками где умирают сразу на концах сектора блады там ооо в криках идет капеллан вот он уже видит кнопку ага вроде нашел но тут возникает из ниоткуда ну понятное дело что корнифекс который самый гигантский которого он видел он само собой может спрятаться в темноте но талагу не заметил возникает корнифекс который как-то написано ему показалось капеллану что он тут его и ждал особый да да ну это же такой момент он само собой решает вступить в челлендж достает болт пистолет значит орать и бежать на него и стрелять него само собой без и без и без идеи и активность получает люлей ломает все что может на себе его швыряют по залу силы покидают нашего бойскаута это не брюс вылез он же не встанет так какие-то щупальца непонятно откуда его обвела не сделал старту пенетрацию страшную и он готовится умирать причем вот что мне не понравилось что какого черта он готовится умирать у этого пидораса в руках просто вот судьба балла и все что написано и тут он приготовился умереть там где сайт говорит я всех положу нафигом собачьим эта штука устоит у меня обладает говорит капеллан типа ну ладно окей судьба умрут да ну что же делать так вышло окей но тут до зона лучше чем не крановод рояль в кустах кончилось полетела пианино пианино из кустов крылья блеснули там в окне пока это сказки сюда на сказки все сходятся прилетел какой-то крюшки ангельские крылья до думал он сам примарх сангвинии все типа доигрался я вот она вот она сама белая горячка еще умру с горячкой но мы плохой план сангвиной оказался разбилось стекло влетает туша говорит кренефекту что как бы ну статы у тебя говно парень а я херенный просто рубает о в щи дэс компани которых там наверное 23 пацана уже вообще осталось в одухнуть воодушевляются говорят бладж мы можем потому что одна атака пришла точно не рейдж но хоть что-то вперед делают тоже свой последний ласт стенд это уже на 5 когда я читал эту книжку я считал там а вот 5 ласт стенд седьмой ласт стенд шестой ласт стенд капеллан израненный весь перри ннс запекел на так сказать прямо правде в глаза посмотреть живого места нет отползает то время рушатся стены это же компьютерно-аркадная игра появляется еще два корнифекса а чё нет это шанги винор ему одного мало будет стрелял охаться ну да написано кого начинает между них там маневрировать при этим ноги руки там мошонки срезать что у них там болтается капеллан отползает как метал герс оля диснейк ползет до кнопки наслаждается зрелищем ну и к само собой нажимает ее все озаряется вспышкой да происходит мега крутой луч влетает в газового гиганта тем временем влады понимаешь что а у что там успешно ретрит пацаны силы планетарной обороны к дианту не не слышал в жопу ретрит все уходят выжившие капитан который там всем этим ну как бы заведовал очень пафосный момент предоставляет читателю насладиться просто им предоставляет возможность он проходит по пути к своему штурм рэвену мимо опять же к дианса тот смотрит на него господи шка боженька просто господи астартес да стартес я тоже мог быть таким если бы не сдох на этой грёбанной планете он так смотрит не холодным взглядом не замедляя шага берет его за ногу и тащит и тащит к себе в штурм рэвен видим развлечься ну игрушка сосы полоскать но это клёвый момент в общем-то берет его старт берет его гвардейцы их закидывает всех штурм рэвен взлетает планету разносит к собачьим стеклышко тоже трескается но не зря трескается но видимо там ктан пошатал его чтобы людишки больше не могли воспользоваться никак ну знаю уже его возможности ну да поэтому взрывается не да просто сметает всех вокруг волна отброшено синапс нарушен супер круто луч энергии который попал через лисиос слэш тирерами наполняет энергией благословенные вой щилды этой крепости которые думали что они там сломаны все они на время начинают работать сжигают еды в ки***ом собачьим опять же сестры по традиции падают на колени молятся императору спасибо господи спасибо господи это делают по-моему три раза за все время что-нибудь хорошее случилось спасибо господи на колени спасибо господи в оператор император император спасибо император ну тетки что с ним взять в общем все кончилось хорошо неважно и что их осталось полтора или там полтора морпеха и полтора землекопа до 2 3 сестры но они победили они тут типа прогнали все кончается тем что данте стоит на своей барже своей баржах микроны свои большой батл барже с сангвинором своими выжившими братьями и печалится о судьбе того что хоть манидов и отбросили но они идут на бал и там будет меньше как-то не стало в целом меньше их не стало в целом и еще впереди большие разборки и спрашивают у сангвинора типа чё будет плохо все будет надежда есть на что ему шепотом да только ему там типа да сынок сангвинор ответил надежда есть и на этом книжка пафос накончается квинтэссенция пафоса бэк шикарный бэк отличный но в остальном умирали больше всего по моему флештиреры потому что безумные парни покалечены были тотально книжка офигенная книжка крутая история мне очень понравилась заворожила и помимо всего прочего она предоставляет нам кучу правила правила да вольна самое крутое впереди до него осталось полпути и мне уже почти-почти не вольна вольна